А ещё больше знаешь, когда у меня коленки тряслись? Ну и когда? Когда она мне привела первого ученика. Да, да. Ты была репетитором, заработала 200 долларов, а мы подумали, какие огромные деньги. А потом в обменнике мне эти 200 долларов поменяли на фальшивку. Уже такая наивная была. Нет, Катюш, ты не наивная, ты просто порядочная. Здравствуйте, барышня. Здравствуй, Саша. Полтинник одолжите, а? Держи. Спасибо, Нина. Это моя скорая помощь. Как бы, Саш, тебе настоящую скорую, мне не пришлось вызывать. Кать, правда же, говорят, Чайковский тоже поддавал. О, всё, всё, дядя Саш, до свидания. Нет, ты мне скажи, Чайковский поддавал? Не поддавал, Чайковский. До свидания, дядя Саша. Врёшь ты всё. Как же надоела эта сумасшедшая коммунальная жизнь. Не волнуйся, мам. Скоро всё кончится. Вот мы с тобой завтра. Пойдём, посмотрим эту квартиру. Новостройки. И если нам всё понравится, мы эту комнату продаём и покупаем целую квартиру. Целую квартиру! Всего десять минут до Москвы. А вот, кстати, и ваш дом. Здесь будет пианино. Туда поставим диван. Здесь будет журнальный столик. А стенку выбросим и сделаем встроенный шкаф. Она не знает, какой крови нам эта стенка досталась. Да куда уж. Новое. Всё будет новое. Очень. Ещё как. После нашей жуткой коммуналки это настоящие хоромы. Можно ли напроситься к вам в гости? Конечно. Приглашаю вас на новоселье. Благодарю. Благодарю вас. Ну что ж, осталось только утрясти последние формальности и подписать договор. Вы готовы? Готовы. Готовы. Чудесно. Прошу. Прошу, извините. Проходите. 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 Проходите сюда. Прошу. Да. Хочу напомнить. Простой обмен не получается. Поэтому Парадис выкупает вашу комнату, деньги кладёт в банковскую ячейку и на них приобретается квартира Балашихи, которую вы выбрали. Ну что ж, последняя подпись. Прошу. Вот здесь. Вот. Вот, 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 вот. Давайте. Благодарю. Итак, присутствие нотариуса, я вручаю вам четыре с половиной миллиона российских рублей. Есть вопросы? Да. Нет вопросов. Чудесно. Чудесно. Итак, как и договорились. Я кладу эти деньги в банковскую ячейку и начинаю оформление документов на приобретение новой квартиры. По адресу город Балашиха, третий Рощинский проезд, дом 17. Так. Так. Рощинский проезд, дом 17, мое любимое число. Чудесно. Чудесно. Ну что ж, отметим завершение одной сделки и начало другой. Танечка. Добрый день. Прошу. Неужели наша мечта сбудется? Что вы? Что вы? Она уже сбылась. Прошу. Ну, пожалуйста. Ну-с. Пожалуйста. За новую жизнь. Прекрасный тост. За новую жизнь. Выносите весь этот хлам и вы быстрее. Виктор Андреевич Рохлин, хозяин этой квартиры. А вы кто такая? А я хозяйка комнаты в этой квартире. Бывшая хозяйка. Послушайте. Нет, вы меня послушайте. Извините, как вас зовут? Нина Федоровна. Так вот, Нина Федоровна, собирайте вещи и приезжайте в новую квартиру. И не затягивайте. Иначе мне придется вынести весь этот скарб на улицу. Слушайте, но мы даже не успели оформить документы на новое жилье. А я здесь при чем? Ну, вы могли бы подождать хотя бы, хотя бы две недели. Нет, я не могу ждать две недели. Я могу ждать два дня. Поторопитесь, пожалуйста. Не берет. Этого еще не хватало. Так, ты не волнуйся. Может, просто занят человек. Сейчас я поеду в Парадис и во всем разберусь. Ой. Тебе чего? А я еще офис компании Парадис. Он был здесь. Да нет тут никакого Парадиза. Как-то нет вчера, был сегодня нет. Иди отсюда. Ой, извините. Обычная история. Вчера был, сегодня нет. Собрали вещички, Федь? Да и были-то они здесь всего недели две. А куда они переехали? А я откуда знаю. Как? А что же нам делать? Не знаю, милочка. Кинули тебя, что ли? Кинули. Ты давай, иди отсюда. Мне убираться надо. Извините. 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 Ой, бедолага. Извините. Спеть. Нас обманули, Казенька. Бомжи. Мы теперь бомжи. Мамочка, не волнуйся. Я уверена, произошла какая-то ошибка. Мы во всем разберемся. Все будет в порядке. Мам, послушай. Я завтра пойду в прокуратуру. Я найду следователя. Я скажу, чтобы они взялись за этого Карпова, за его Парадиз. Я заставлю их вернуть нам деньги. Ну или предоставить какое-то жилье. Ты только не волнуйся, пожалуйста. У тебя же скоро финальное выступление. Скоро. Ну что? Я выступлю. И знаешь как? Ты мне гордиться еще будешь. Ты же сама мне говорила. Ты говорила, что все у меня получится. И квартира у нас будет. Мамочка. Все документы оформлены по закону, девушка. По закону? Да. Да вы что? Нас оставили без денег и без жилья. А я вот читаю. Деньги получила. И подпись. Это вы подписывали? Мама. То есть подпись подлинная? Ну. Да, но. Послушайте. Он нам сказал, что он деньги положит в банковскую ячейку. А в банке мне сказали, что он там даже не появлялся. Что они никакого Валерия Михайловича Карпова в глаза не видели. А у вас есть расписка этого самого Карпова о том, что вы ему деньги передали, а он их принял? Нет. Но мы же не знали. Мы доверяли, понимаете? Ну, а как вы собираетесь доказывать, что эти деньги у него? Извините, девушка, но я вам ничем помочь не могу, к сожалению. Ну, я же правду говорю. Повторяю. Документы на продажу комнаты оформлены с соблюдением всех юридических норм. До свидания. До свидания. До свидания. Да, это я. У нас проблемы. Прекрасите немедленно. Вы на часы смотрели вообще или нет? Вы извините, барышня. Мы, если к сроку не успеем, нам же штраф выставят. А вам бы до завтра комнату особладить. Нам еще окна менять. Окна? А мы куда делимся? Иди ко мне в вопрос. Мама! Так, ладно. Рано сдаваться. Давай репетировать, завтра конкурс. Репетировать в этом бедламе? Я прошу тебя, встань и иди репетировать. Не хочу, не буду. Надо, Катя. Репетировать в этом беде. Репетировать в этом беде. Я очень волнуюсь. Давай не будем менять нашу традицию. Репетировать в этом беде. так добрый день здравствуйте вы еще здесь не ожидал вам два дня нам некуда уезжать а я ты здесь причем я приобрел эту квартиру по закону у компании парадис хорошие законы да да вы не нервничайте так успокойтесь да я не нервничаю ну ты хорошо выносите вещи хорошо другие комнаты освободили до освободили хватит тебе нечего здесь долго наблюдать за игрой конкурентов последние темы послушай захарова если ты со своей мамашкой из коммуналки не свалить у вас будет серьезный проблема еще раз обратишься в ментов мы тебе и твоей мамашке ноги перелом на сцену приглашается екатерина что-то случилось катя ты куда мама трубку не берет катюшка катя мамочка мамочка катя твоей маме стало плохо ее отвезли в больнице в какой больнице ли фасовского телефон я записала супер пак от нас мы хотим то как позаботиться. Хорошо. Я... Я все сделаю. Я... Только бы она поправилась. А мне можно к ней пройти? Сейчас она в реанимацию, вас туда не пустят. Завтра ее переведут в палату. Тогда и приходите. Я оставлю вам промыск. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Я оплатил за три месяца вперед. Я не могу поверить. В то, что могут быть нормальные люди? Кстати, как ваша мама? Инсульт. Дела. Ладно, садитесь в машину. Садитесь, я не кусаюсь. Зря ты обвиняешь меня в том, что случилось с твоей мамой. Это Карпов вас обманул. Не я. Кстати, сколько вы получили за свою комнату по договору? Четыре с половиной миллиона. А мне он сказал пять с половиной миллионов. Значит, миллион он положил себе в карман. Думаю, что такую же штуку он провернул с вашими соседями. В общем, я их пытался найти, а они куда-то испарились. И что значит испарились? Испарились. То и значит. Испарились и все. Теперь лежат где-нибудь в лесу. Прикрытые ветками. Так не бывает. Еще как бывает. Пойди к прокурору, он тебе расскажет. Я ходила. Я вчера была у прокурора. А еще вчера ко мне подошли двое перед выступлением и угрожали мне. Я думала, это вы их послали. Да какой там? Какие у меня бойцы. Я малый предприниматель. А он настоящий бандит. Негодяй. С ним я стараюсь дела не иметь. И тебе не советую. Ну вот, собственно, мы и приехали. Здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама. Мамочка. Девушка. А вы куда? За целый день никто не подошел. Девушка, поговорите с врачом. Она объяснит вам, что делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя мама лежит в очень тяжелом положении. Ее никто не лечит. Сейчас подойдем. Я целый день там дежую. За целый день ни один врач не дошел в палату. Девушка, ждите своей очереди. При инсультах важна каждая минута. Я это точно знаю. Я в интернете читала. Надо же. Она интернетом руководствуется. Давайте вы не будете меня учить, как работать. Вон парень поступил, 25 лет. Тоже инсульт. А вашей маме сколько? 55, и что? К тому же мальчишка совсем. Катюша, ты куда пропала? Почему убежала с конкурса и трубку не берешь? У мамы инсульт, Софья Игоревна. О, Боже. Почему ты мне не сказала? Не до того было. Кончилась моя карьера. Не надо. Не трогайте пианино. Не надо его никуда везти. Куда ж его? Куда хотите? Вещь-то дорогая. Ты о чем говоришь? Что за крайности? Бросив музыку, ты маме не поможешь. Значит, я сама стану врачом и поставлю ее на ноги. Софья Игоревна, все. Простите. Музыка для меня закончилась. Музыка для меня. Музыка для меня. Держите ваши госсал Расписание приемных экзаменов Наш медицинский институт на доске у входа Удачи Спасибо До свидания Кать Пойдем с нами в кафе Я не могу, мне идти надо Опять домой Так, вы только почуете запах перегора, очистите тут же, понял? Роман Алексеевич Мы к колоквиму пойдем готовиться В кафе, да? Ну, там же лучше запоминается Так, давай, иди До свидания Кать, Кать А вы Сейчас Домой? Домой Так, может, я вас подвезу? У меня вот машина Роман Алексеевич Мне еще в супермаркет зайти нужно И мне тоже Я прошу вас, не отказывайтесь Поехали Ну, ты посмотри Что творится, что творится Это же еще сопля, а пруть как у опытной бабы Да, перестань А че ты машешь? А че ты машешь? Вон, пока ты Ромину маму обхаживаешь Смотри, студентки уверенным шагом идут прямо к цели В койку главврачу Ну, хватит уже Ага Как ваша мама? Хорошо Слава богу Она уже ходит гулять сама И речь полностью восстановилась Надо же Невероятно Спасибо вам большое Спасибо, что Помогли найти хорошего хирурга Мне вообще очень повезло Что я прохожу практику В вашей больнице Бросьте вы Какие пустяки? Мне кажется, я либо что-то расстроила Не хочу жаловаться Просто хозяйка, которую мы снимаем комнату Она Она опять подняла цену И я Мы и так сводим концы с концами Еле-еле Ну, есть какие-то другие варианты Вы знаете, мне от бабушки досталось Небольшое наследство Однушка Правда, далековато Чертаново Но Зато, если хотите, можете жить там С мамой вместе Нет Нет, я не могу принять это предложение Ой, а остановите вот здесь, пожалуйста Я выйду Катя, так может я вас до... Нет, не нужно Я пройтись хочу До свидания До свидания, спасибо Никогда не думала Что вот наше отношение с вашим сыном Закончится так быстро А что, это он тебе сам сказал? Да, господи, по-моему, и так все ясно Вы бы видели, как он на нее смотрит Вообще, он ее Поординаторской то чаем поет, то яблочком угостит И что, это все? А что вы еще хотели? Господи Да, у них ничего серьезного Пока нет Ну будет, это же понятно Да ничего еще не понятно Так, пей чай, не скучай Да, и будет миг И будет снова встреча Может и будет Ну, конечно будет Ну, что ты решила? Даже не знаю Почему ты не хочешь принять предложение? Ну, мам Неловко как-то Роман Алексеевич хочет сдавать квартиру небесплатно Это тебя ни к чему не обязанно Ну да, да, может быть Может быть, ты права Мы не будем делить жилплощадь ни с кем Я бы не раздумывала Ой, мам Я на остановке, мой троллейбус пришел Вот, прошу вас Пожалуйста Спасибо вам огромное, Роман Алексеевич Я вам очень благодарна Ну, я буду только рада, если вам здесь будет хорошо Немецкое пианино, Катенька Это бабушкино наследство У меня бабушка преподавала в музыкальной школе Хотела, чтобы я тоже играла Но, Роман, с музыкой у меня не получилось А Катенька прекрасно играет на пианино Мам, не надо Правда? Она хотела стать пианисткой Даже в международных конкурсах участвовала Мам, перестань Почему перестань? Ну, может быть, нам Катя сейчас сыграет что-нибудь? Нет, нет В другой раз У меня давно не было практики Сыграй, Катенька Мам, я не буду Я сказала, не хочу Она расстроена, тем более Ну, мы просто подождем, когда у Кати будет подходящее настроение Мы же никуда не торопимся Конечно, подождем А ванна там? Да А зачем вы это делаете? Зачем помогаете нам? Катя Катя, вы... вы прекрасный человек И я уверен, что очень хороший врач И такие люди очень нужны нашей больнице Я часть вещей уже перевез А остальное я завтра Хорошо? Угу Спасибо Не за что Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Звучит музыка. Жаль только, что на 15 лет тебя старше. А я бы мечтала о таком зяте. Так, это что за разговор? Мам, ты извини. Но я Романа Алексеевича в роли твоего зятя, ну, никак не представляю. И дело тут совершенно не в возрасте. Дурочка. Дурочка. Почему дурочка? Дурочка или умница? Надо определиться. Умная дурочка. Хорошо. Пусть будет дурочка. Но сделай мне приятное. Иди сыграй. Попробуй инструмент. Пожалуйста. Пожалуйста. Пусть будет... Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительно. Ты все еще не утратила мастерство. Техника немножко изменилась, но я тебя обидела. Нет. Нет, что ты. Я маму сейчас очень хорошо знаю, что такое настоящая обида. И какими бывают настоящие обидчики. Семь лет прошло, Катя. Забудьте эту историю. С квартирой забудьте. Не могу. Не могу. Я прям, прости тебя, не могу, что тогда не нашла этого риэлтора. Слава богу, что не нашла. Что бы ты сделал? Рохлин, бизнесмен. И тот не стал с ним связываться. Жалко. Мне жаль, потому что мне кажется, что он мог бы заставить его вернуть нам наши деньги. Значит, не смог. Выпкинь все это из головы. Все это прошло. И Рохлин, и риэлтор. Отпусти. Все. Все. Отпустила? Вот и хорошо. Обиду копить себе дороже. Смотри, жизнь как-то потихоньку начала налаживаться. Там, глядишь, влюбишься, замуж выйдешь. Мама! Да что ж такое-то? И еще несколько слов о Кате Захаровой. Катя Захарова абсолютно заслуженно получает этот сертификат, потому что она фактически в одиночку поставила на ноги свою мать после тяжелой болезни, даже не имея специального медицинского образования. И я очень рад, что у нас с вами появился вот такой прекрасный человек и коллега, которым вся больница, я надеюсь, будет гордиться. Это тебе. Браво! Да. Спасибо. Господа, все на общую фотографию. Пойдемте. Так вот здесь вот. Роман Алексеевич. Вставайте. Ага. Что? Что? Спасибо вам за прекрасные слова, за цветы. Спасибо. Мне правда кажется, я их не заслуживаю. Но ты не таких слов заслуживаешь. Катя, иди к нам. Сейчас я иду. Кать. Кать, ты молодая, очень красивая. Мне-то полжизни уже позади. Я правда полжизни прожил. У меня уже лысина. Но я хочу, чтобы ты знала, что... Вы говорите, Роман Алексеевич, я... Вы знаете, как я вам благодарна. Я так вам благодарна за все. Спасибо. Роман Алексеевич, ну скоро? Кого мы ждем-то? Пойдемте фотографировать. Роман Алексеевич. Роман Алексеевич, идите к нам. Иду. Проходите. Сейчас вот. Так, давайте все вместе. Так. Здравствуй. Еще раз. Улыбаемся. Сомерли. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем гулять. Сейчас поздно. Пойдем завтра? Завтра пойдем. Ну? Кто букет подарил? Рассказывай. Все мне интересно. Все интересно. А нахот без... Держи. Значит, все это потом на шестой этажке? Понятно. Здравствуйте. Значит, мы теперь соседи. Ну, пойдем. Ты прости меня, Катя. За что? Это ведь все я. По своей глупости. Оставила тебя без всего. Без угла. Без денег. А теперь вот уповая, что у тебя все с Романом Алексеевичем сложится. Потому что больше не то, что надеяться. Мама. Мам, перестань. Перестань. Ты здесь совершенно ни при чем. Это все Карпов. Этот виноват Карпов. Пойдем. Ну что ты. Мамочка. Алло. Да, я сейчас подъеду. Это помощница Карпова. Точно она? Да, хорошо. До встречи. Стойте. Я вас знаю. Вы работали вовсе в Парадис. Вы меня с кем-то перепутали. Я вас помню. Вы работали помощницей Карповым. Девушка, я не знаю никакого Карпова. Отстаньте. Вы работали в Парадисе. Почему вы мне врете? Вы ошиблись. Можно я? Нет, вы никуда не пой... Подождите. Отпустите мою... Послушайте. Остановитесь. Мама. 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 Что, сердце может, а? Мамочка, серьезно? Мне надо позвонить. Вызывайте скорую. Да сейчас, сейчас. Девушка, давай. Давай, девушка. Давай, давай. Вы набирайте. Улыбайте. Отойди от нее. Может, чуть-чуть помогите. Давай. Мама. Мама. Несколько часов ее перевозили из одной больницы в другую. А все потому, что у нее не было постоянной регистрации, а значит, не было медицинского полиса. Карпов сел на сотнюю. Карпов сел на сотнюю. Но убил мою маму. Никогда я ему этого не прощу. Будь он проклят. Пойдем, Катюша. Пойдем. 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 Присаживайся Может чай? Нет, спасибо Ну давай я голубцы домашние приготовлю поужинам Да я не голодна, я вообще-то по делу пришла По делу? Ну давай рассказывай Роман Алексеевич, вы очень хороший специалист И у вас наверняка есть пациенты из определенных кругов Ну из каких кругов? У меня всякое бывало Что конкретно надо? Мне нужен офицер ФСБ Ну есть такой Зачем он тебе нужен? Вы можете Можете попросить его узнать про Карпова Валерия Михайловича? Катюша, но Семь лет уже прошло Ты что, про него до сих пор помнишь? Вы бы забыли Я просто не понимаю Катя, ну зачем ворошить прошлое? Ну Нина Федоровна все равно уже не вернешь, а? Вы меня не понимаете Катюша Если тебе нужна прописка, то Ну ты можешь выйти за меня замуж, я тебе пропишу Я ни о чем не прошу Я прошу узнать про Карпова Ну а зачем он тебе? Не, ну ты его найдешь, что Ты его убьешь, посадишь Каким образом? Не знаю Найду доказательства Я разыщу обманутых людей Я найду хорошего юриста Мы заведем дело Ну ты же уже советовалась с юристами Тебе объяснили, что сделка была абсолютно законной Ладно Извините, я Я все поняла Простите, я не буду вас больше донимать своими просьбами Да Катюша, Кать Ну что, мама, что? Ничего Хорошего А что ты увозишься с ней? Зачем вцепился в нее? Замуж он ей предлагает А как же Света? Столько лет потратила на тебя И все, без толку? Скорее, на тебя Столько лет потратила Какой же ты неблагодарный Мам, ну не люблю я Свету, а? Ну правда, ну не люблю А кого ты любишь? Эту вертихвостку? Да плевать она хотела на твою любовь Шлешься за ней, как Ты хоть понимаешь, что это неприлично? Неприлично Гордости в тебе нет Ты права Я люблю Катю, но добиваться ей столько, сколько надо И плевать мне на гордость Ничего Да плевешься Ага Ну-ну Алло Здравствуйте Это мама Романа Алексеевича Врача Вы его помните? Да-да, это Именно он Ага У меня к вам будет Личная просьба Спасибо Так Было не сложно Благодарю вас Ну кланяйтесь вашему сыну Спасибо Всего хорошего Я пойду Будьте здоровы Ты просила Романа узнать адрес Я его узнала Готова тебе его отдать Но у меня есть одно условие Какое? Ты должна съехать с нашей квартиры Уволиться из больницы И навсегда оставить в покое И навсегда оставить в покое моего сына Ты согласна? Согласна Это твой выбор Я понимаю Ты точно уедешь Я даю вам слово Позвольте Я взглянула адрес Село Залесье Карпинский район Залесье Позвольте Позвольте Алё Позвольте 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 Алло. Алло, Катя? Я слушаю. Катя, ты где? Не важно, где я. Катя, ну ты прости меня. Не, ну правда, может быть, наговорил я лишнего, но... Катюш, ну неужели так сложно? Ну, понять и забыть. Понять не сложно. А вот забыть и простить. Катя! 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 Держите, держите, держите. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, это же Залесин, правильно? Оно самое. Здравствуйте, девушка. Скажите, а есть у вас гостиница? А то. У нас отель. Ермолайха называется. А далеко этот отель не находится? На той стороне, прямо и налево. Там наш отель. А может быть, адрес есть? Там чучело такое нарядное. Вы сразу увидите, узнаете этот дом. Ладно. Спасибо. Ну, ты сказала. А что, она школу-то сдает? Ермолайха-то у нас заскачивается от радости. Здравствуйте. Кто там? Мне сказали, что вы комнаты сдаёте. Кто сказал? Так, люди на остановке. Городская? Из Москвы. Ну, пойдём, москвичка. Милости просим. Спасибо. Вот мои апартаменты. Беру недорого. Кто надолго, тому и скидка будет. Ну, да, у вас и правда. Отель. Ну, отель не отель не знаю. Ничего сказать не могу. Но жить можно. Что вы решили? Мне нравится. Ну, тогда за стол. В смысле за стол? Нет, вы здорове. Ты, на самом деле, не хочу. Давай за стол. Нет, хозяйке перечить нельзя. Куда же вы столько льёте? Ешь, ешь. Здоровее будешь. А это для аппетита. Настойка хорошая на травках целебных. Первая стопочка бесплатная. А вторая? А вторая по десяточке. А третья? А хоть двадцатая, всё по десяточке. Не буду я. Что, дорого? А в сельпост знаете, сколько пол-литра стоит? Меньше ста рублей не стоит. А про боскву я вообще молчу. Дело же не в стоимости. А в чём? А в том, что не пью я. Ну, и не надо. Никто не заливает силком. Надо было с тебя за комнату побольше взять. Ты мне сначала такой доброй показалась. А сейчас что ж, злая? Жадная. Да это вам кажется. Я знаете, какая выгодная? Я вас буду яйца, молоко брать. Ах, договорились. Тебе у нас хорошо будет. У нас, как в Швейцарии. Лес, река, свежий воздух. Ещё остаться захочешь. Ну, а городские-то у вас есть? Есть, но мало. Что-то я сомневаюсь. А что ты сомневаешься? Вот председательша Лизавета. Из большого города приехала. Но не из Москвы же. Не из Москвы. Москвичей не заезжала. Вот-вот. Ладно, пойду и пройдусь. 80 рублей. За что? За борщ 70. 10 за хлеб. Ай-яй. И не стыдно вам вот так спекулировать? А что, борщ плохой? Хороший. Ты у себя в столице такого не поешь. За такие деньги. Спасибо. Не за что. Вспомнила! Есть один москвич. Кто? Валерка Пасечник. Валерка. А фамилия есть у него? Не знаю. Живет далеко. Ни с кем не общается. Пасечник, значит. А что ж, мед у него купить можно? Не знаю, не брала. Может и можно. А далеко живет? Как пройти? Ну, километра три будет. Вот лугом и прямо-прямо. Спасибо. Ну, будь здорова. Субтитры добавил Dima. Что такое? Что ищем? Мне сказали, пасечник здесь живет. Я меда хотела купить. Не, пасечник гостей не жалует и медом не торгует. Что же он с ним делает? Сдает в наше отделение союза пасечников. Где она находится? У нас в райцентре. Ясно. Вот машины нет, значит уехал. Куда уехал? Я не знаю, по делам куда-то, на ярмарку. Ясно. Спасибо. Может на месяц, а может и на ду. Ну что, где гуляла, что видала? Да, по селу гуляла. Ужинать будешь? Нет, не хочу. Не проголодалась еще. Ужин за счет заведения. Нет, спасибо, не хочу. Скажите, а далеко у вас тут райцентр? Ах, господи. Только приехала. Уже райцентр. Ну, мне правда нужно знать, как туда доехать. На автобусе надо ехать. В одиннадцать отъезжает. Каждый день. Вечером людей забирают. Вот и все сообщения. Понятно. А по-другому никак? Начастники можно. Ясно. А может быть вы знаете, где там находится союз пчеловодов? Вот, что не знаю, то и не знаю. Ну да. Митку захотелось, а? Ну да, захотелось. Так ужинать не будешь? А то я второго квартиранта накормила. Там еще тепленькая осталась. Какой квартирант? Да у тебя рука легкая. У меня целый месяц пристройка пустая стояла. Ты появилась, и он нарисовался. Состоятельный. На машине. И настойкой не побрезговал. Так а вы его что, ко мне подселили? Так а что? Две половины. В одной ты, в другой он. Нет, подождите, так дело не пойдет. Знаете что? Верните-ка мне деньги. Че ты раскудахталась-то? Ну верну я твои деньги. Все до копейки верну, только не сейчас. Когда? Когда пенсию принесут, тогда и верну. Так я вам сегодня заплатила. Ай, нет у меня денег. У меня денюжки не задерживаются. Хорошо, верните мне из тех, которые он вам дал. И его денег у меня нет. Что ж вы с ними делаете? Вы их солите, что ли? Да солю. Здравствуйте. О, во, 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 во квартирант твой. Сергеем зовут. Майор в отставке. Очень приятно. Сергей. О, добрый вечерочек всем. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Че надо? Здравствуйте. А я к тебе, Ермолай. На стойкой. Надо с работниками рассчитаться. Там Юрка крышу перестилает. След дома. Пойло ждут. А квартиранта у тебя ничего. А я еще мало слыхала, майор. А у меня, между прочим, муж, ты уже офицер. Не офицер, а участковый. Ну все же офицер. О, слыхала. Ну, хороший мужик, а. Слушай, а может я рада замуж вышла, а? Мне долго ждать? Человеки, а ты нос воротишь. Все, я пошла. Ага. Мадам-то у тебя. Снором. Ох, простите. Смотри. Ладно, короче, ты давай мне на стойку неси. А то еще Юрка сейчас меня искать будет. Ах! Ах! Осторожно. Очень приятно познакомиться. Алена. Сергей. Ну и что, надолго к нам? Ну, надеюсь, что да. Каком вопрос? Перемен захотелось. Перемен? Да. Ну, да. Перемен всем хочется. На. Спасибо. Семки держи. Ага, спасибо. До встречи, майор. Пока. Ух, вы куда же нам взглядите-то? Дайте, пожалуйста, пройти. Вы что, меня испугались? Думаете, приставать стану? Я смотрю, целебная настойка-то по вкусу пришлась. Ну, в этом нет ничего плохого. Кстати, можем продегустировать вместе. Так сказать, за знакомство. Вы чемодан-то поставьте, он, наверное, тяжелый. Я и разберусь. Я только помочь хотел. Не стоит. Давай, на, помоги. Она вернется. У нас квартирантов никто не принимает. Там уже капает. Здравствуйте, а вам кого? Простите, вы простите меня, что я так поздно. Может быть, вы мне комнату сдадите? А кто вам сказал, что я комнату сдаю? Я комнату не сдаю. Ну, послушайте, я заплачу. Девушка, ну нет у меня комнаты. Ты куда вышла? Извините, нет комнаты. Нет. Обычки. Ты чего вышла? А ну, пошла отсюда, пошла. Что это? Совсем? Уйди. Пошла отсюда, пошла. Вот ведь настырная. Да ты не бойся, не бойся. Она не кусается. Она у нас народ пугать любит. А так, безобидная птина. Жива? Жива, братик. Ну, слава богу. А что это ты с вещами в эту пору по селу шатаешься? Разве в отеле Рамалайха места не нашлось? Ну, нашлось место, сервис не подошел. Ну что, тогда пойдем ко мне. Сервис не обещаю. Ну, удобство на улице стирать, убирать сама. А я, я еле ползаю. Хорошо. Старая уже. Спасибо. Спасибо вам большое. Пойдем, пойдем. КОНЕЦ КОНЕЦ Что с вами? Что с вами? Отчинитесь. Что? 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 Господи. Тише, тише, тише. Открой. Что? Что случилось? Что случилось? А я что? Я хотела воды попить, но встала и упала. Вот. Я поняла. Аккуратно. Аккуратно. На меня вот так. Я вот так вот. Голова закружилась. Ой-ой. Давайте аккуратненько. Тише, тише, тише. Вот так. Наверное, сосуды. Наверное. Сосуды. Сосуды. Давайте. Ага. Тише, тише. Ой-ой-ой. Надо бы вам, конечно, давление смерить. Ноги у вас отекли нехорошо. Нехорошо это. Вам нужно обязательно обратиться к врачу. А пока что скажите мне, где у вас таблетки? На комоде в кухне. Такая круглая, жестяная. Я поняла. Коробка из-под конфет. И вы все это пьете? А как же. На всякий случай. Если одна не спасет, другая вылечит. Кошмар. Здесь же взаимоисключающие у вас медикаменты. Нельзя же все без разбора пить. А ты что, врач? Врач, врач. Так. Да ну. Давайте вот это сейчас выпейте. Теперь нужно приподняться. Запейте все это надо. Вот так. Аккуратненько. Да, да, да. Вот, хорошо. Все, ложитесь. Ложитесь, отдыхайте. Все, все, успокойтесь. Опять. Ой, хорошо у тебя. Ну, подли мне еще немного чайку и поеду. Дела надо делать. Да ну, посиди еще. Работ не волк. В лет не убежить. Посиди. За меня-то никто не сделает. Нет, сахару не надо. Нет. Ну, ты до варенья возьми. Вкусное. Спасибо. Ой, горячий. А вот и она. Доброе утро. Ты что ж поднялась? Ночь со мной возилась и вскочила уже. Мне открыть центр пора. А вот вы почему поднялись? Вам два дня еще как минимум лежать нужно. Видала? Ну, строгая. Настоящая врачиха. Давай, садись, будем завтракать. Давай, 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 давай. Строгая-то хорошо. Нам такие нужны. Елизавета Андреевна, председательша местная. Катя. Очень приятно, Катя. Ну, что, места наши нравятся? Нравятся. Ну, так и оставайтесь. Мы как раз врача ищем. Нет. Извините, у меня другие планы. Меня в Москве ждут. Ну, вы сразу-то так не отказывайтесь. Подумайте, обмозгуйте. А мы вам жилье дадим. Обустроиться поможем, да? Да. А то у нас фельдшер уехала. Амбулаторию пришлось закрыть. А это знаете, чем грозит? Ой. Прекращением финансирования. Это значит, останемся мы без всякого медицинского обслуживания. Вы вот ночью Митрофанну спасли. А так бы мы ее через три дня понесли на тот конец села. Прости, Митрофанна. А у меня таких, как она, полное село. Вот как медика, совсем не волнует? Волнует. Но я вам помочь ничем не могу. Вот так вот не может ничем помочь, понимаешь? Ой. Надолго к нам? Да как понравится. Может, на неделю, может, на месяц останусь. Ну и хорошо. Значит, будет время обдумать мое предложение. Ну все, не болей, Митрофанна. Чай у тебя больно вкусный. Спасибо. Подумай над словами нашей председательши. Если Лизка сказала, что все обустроит, так оно и будет. Она слово держит. Ну давай, давай, завтракай. Я тебе еще подбавлю чеку. Здрасте. Привет. Как мама, она там? Мне сказали, прийти. Все нормально уже. Иди, иди. Здорово, Матвеич. Здорово, Лизавета. Мам, мамочка. Привет. Ты как? Ничего. Здрасте. Здравствуйте. А она что тут делает? А я и комнату сдала. И, как и выясняется, правильно сделала. Она мне, можно сказать, жизнь спасла. Вы бы о своей маме позаботились лучше. Ей нужно полное обследование сделать. Спасибо. Слышишь? Катюшка-то у нас. Врачиха. Зайчиха. Врач. Не беспокойтесь так, я надолго здесь не задержусь. И на отставного майора тоже претендовать не собираюсь. Это о каком майоре речь? Вот и мне интересно, о каком. Я откуда знаю? У Ермолайхи вчера поселился. Поэтому ты к ней на ночь глядя понеслась? Юр. Ты что, сдурел, что ли? Забыл, что ты меня сам посылал к ней за пойлом? Чтоб с работниками твоими рассчитаться, которую крышу нам ремонтировали твердой валютой. А его я вообще первый раз вижу. Понятно? И розничать. А может во второй или в третью? Слушай, а может он специально сюда приперся, чтобы вы с ним увиделись? Ты что несешь, а? Ты вообще слышишь себя? Заработался? Спокойно. Разберемся, что за майор. Да я с чем тут разбираться. Да мне вообще никакой майор даром не нужен. Понятно? Да я про майора в шутку сказала. Разберемся. Юра. Ой, куда? Он с кулаками на него набросится. Господи, спасибо. Тебе кто за язык тянул, а? Давай, вставай, пошли. Куда? Сама каша заварила. Пошли за ним. Я не могу, я на автобус опаздываю. Вот фифа. Я за председательщей. Только она с Юркой сможет. Вы-то куда? У вас давление? Я за председательщей. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ау! Фитнес, что ли, вечерний? За 25 километров от Залесья. Подвезти? Пожалуйста. Ой, подождите. Давай-давай, а то усталая тут раскорячилась на всю дорогу. А ты чего в райцентр ездила? Да дело у меня здесь одно есть. Дело? Ого, молодец. Не успела приехать, уже дело. Деловая. Люблю таких. Оставайся ж ты у нас. Я тебя знаешь, как обеспечу. Будешь еще лучше, чем в городе жить. Мне кажется, городскому жителю очень сложно к деревне привыкнуть. Сложно, но можно. Я ж сама городская. Правда? Ага. А откуда вы? Ну, родилась не в Москве, врать не буду. Но тоже в достаточно крупном городе. Ага. А как вы здесь оказались? Очень просто. Во, смотри, смотри. Слушай, как-то завернул же еще. Москва – это бомж во франье. Это тот, который в Ермолаеве сейчас живет? Ага, вон. Ясно. Что он еще завернул? Зря ты так. Сергей умный, толковый. И знаешь, мужик настоящий. А вы прям в людях разбираетесь. А что там разбираться? Просто люди мне доверяют, все мне про себя рассказывают. Что ж так он вам рассказал, что вы его сразу прям настоящим мужиком обозвалили? Ха-ха-ха, ерничать сидит. У него судьба-то ведь интересная. Он военным был, на границе служил. Майор. И ты представляешь, предложили ему в штаб. А он им нет, говорит. Не пойду категорически. Чего штаны просиживать? Вот, в Москву вернулся, уволился со службы, квартиру продал и в деревню переехал. Представляешь, вербовство поднимать. Вот это настоящий мужик. И, между прочим, москвич коренной. Нет, я на такие подвиги не способна. Я вот сейчас дела свои здесь закончу и обратно домой в Москву поеду. Что за дела-то у тебя? Может, чем подсобить? Да нет, спасибо. Сама управлюсь. Ну, смотри, если что, обращайся. Ну, все, приехали. Спасибо. На здоровье. Врачиха! Мед забыла! Я врач! А мед, так это... Это вам! Спасибо! Врача! Это в городе ты врач. А у нас врачиха! А у нас врачиха! Врачиха! А у меня врачиха! А у меня врачиха! А у нас врачиха! Да ты что творишь-то? Катя, стой! Ну и зачем вы это сделали? Вам-то какое дело? Нет, просто хотел узнать, зачем красивой девушке кидаться в чужие окна. Давайте помогу, а? Не трогайте меня. Хорошо. Так зачем вы это сделали-то? Не ваше дело. Хозяин дома насолил? Да нет, я вообще даже, да я не знаю, кто это. Я думала, там вообще никто не живет. А, и поэтому решили покидаться ко мне. Веселых занятий. Да? А вам никогда не хотелось разбить окна в пустом доме? Нет, нет. Странное желание. А я вообще странная. Да я вижу, просто мостик рядом, а вы по камням на тот берег. Давайте руку. Аккуратнее. Ну. Вот так. Я сама. Ноги-то не промочила? Не промочила. Хорошо. Ну, а вы что там делали? Окна бить я точно не собирался. Поживиться захотели? Хорошего же мнения о людях. А люди разные бывают? Вот именно. Вы не ответили? Присматривал себе дом. Дом, значит. Да. Привиально. Значит, все-таки решили остаться? Не передумаете? Думаю, что нет. К тому же обещали помочь. Помочь? Угу. Приседатель же? Да. Ну да. Она очень высокого мнения о вас. Приятно слышать. Она тоже на меня приняла очень хорошее впечатление. Ну, конечно. Она же не странная. Она нет. То, что я. Тут мне ничего добавить. О, куда я думала? О, приняла уже, да? А кому это мы тащим? Кому, а? О, смотри. Стоило корчишь тебя добродетельцы. Съезжай. А теперь гуляй с моим постояльцем. Да ты мне стрелки-то не переводи. Она сюда по делу приехала. А, знаю я ее дело. В городах мужиков свободных не хватает. Так они в деревню прут. Верно я говорю. Прекрати мне деревню спаивать. Я конфискую. Что это? Шальная. Сто рублей. Сто рублей. Валерку дожидаешься? Да. А вы что тут делаете? А за домом присматриваю. Валерку попросил. Что ж у вас здесь опасно, что ли? Да. Шпана всякая шляется. В дома забираются? Да. Вон. Окно разбили. Варвары. Стекло вставлял за свои деньги. Ничего вернется. Я с него стребую. Привет. Привет. Когда прокатишь-то? Извини, времени нет. А че так? Торопишься куда? Дела. На жиличку мамаши время находится. Слушай, какая разница? Большая. Поверь мне, очень большая разница. Я вижу. И что ж ты видишь? Замужем, Дален. А-а-а. Так ты мужа моего испугался. Правильно сделал. А он у меня человек вспыльчивый. Да еще и приоружье. А ты не бойся. Ты же у нас кто? Майор? А он старший лейтенант. Ты ему только из команды кругом. Он твою команду и выполнит. И мысли еще. А это что такое? Да дрянь безвкусная. Зато полезная. А мне это польза до лампочки. Я с мужем-то давно живу. А вот тебе, молодой незамужний, фигуру-то блюсти надо. Фигуру всем блюсти надо. Если бы не лишние килограммы, вас бы не мучило давление. Скажите, пожалуйста. Сказала, как отрезала. Ты правильно сказала. Потому что мы пьем, что попало, и жрем, что попало. А потом на здоровье жалуемся. Зачем человека обижать-то, а? Фигура. Меня вот от щитовидки разнесло. Хотя они ими овощами питаются, все равно полнее. Я ж не фигуры оцениваю. Я о здоровье говорю. Вот именно. Молодежь, Нинча, грубая пошла. Да ладно тебе. Чего тебе? Два кило сала. Спасибо. Давай как-нибудь в следующий раз. У меня правда много дела. Хорошо. Я подожду. Угу. А это тебе на прощание. Чтоб не забыла в обещании. Прокатите-то. Кать, может вас подвезти? Ни к чему. Пешком ходить полезно. Ну, это, конечно, вне всяких сомнений. Но все-таки. Подождите. Вот. Простынь. Дождь еще идет. Поедем. Я простыну. Поедемте, поедемте. А хотите, я вам свой дом покажу? А хочу. А хочу. Что, присмотрели уже? Да, уже. Оперативно. Ну, а что зря время терять? О, какой красавец. Ну, до сочи, я думаю, не доедем. Привет. Ну, вот мы и дома. Какой хороший дом. Яркий такой. Слушайте, в нем же когда-то кто-то жил, детей воспитывал. Интересно, почему его продали? Ну, не знаю. Я об этом как-то не задумывался. Ой, на самом деле, очень по-разному можно дома лишиться. Хозяек могли принадленно выселить. Могли обмануть при продаже. В этой глухомане. Мне кажется, все гораздо проще. Ну, как? Ну, как? Старики померли, а молодые перебрались в город. Дом передали деревню, продали. Может, и так. Испачкались. А может, чай попьем, а? Можем. Возле баньки. Давайте. Прошу. Сюда. Вот, самовар поспел. Наливайте. Ой, хорошо как. Ну, рассказывайте, какие у вас дальнейшие планы? Ой, планов много. Громадье. Ну, во-первых, сад. Значит, там посажу яблони. И там груши. За дом сливы. А вон там, в глубине, поставлю беседку, чтоб чай вечером пить. Хорошо. Я представляю, как вам здесь уютно будет. Ну, надеюсь, не мне одному. Ну, вы же когда-нибудь загляньте ко мне на чашку чая. Я надеюсь, что я к этому времени уже в Москву вернусь. В Москву? Ну, а зачем? Ну, что вы там забыли? Ну, как? Там жизнь. А здесь не жизнь. Здесь все по-другому. Да? Ну, а что здесь другого? Все, рассказывайте. Рассказывайте про дом. Вам правда интересно? Угу. Баня. Конечно, баня. В первую очередь. Но я обязательно одну комнату сделаю под библиотеку. Книжки читать любите? Очень. Это хорошо. Это правильно. А еще, знаете что? Вы жив дается ведите. Корчик, уточек, гусей. Ну, конечно, всем в свое время. Да, Планов у вас драмадьем. Не то слово. Дом, он скучать не даст. Как это здорово. Так хорошо, что у вас... У вас есть дом. Ну, а почему с таким сожалению? И у вас может быть свой дом. Хороший, уютный. Если здесь останетесь. В смысле, в деревне? В деревне. А что в этом плохого? В деревне можно почувствовать себя более нужным. Чем в большом городе. Катя, я... Может, на «ты» перейдем, а? На «ты». Ну, что мы как городские? Ну, правда. Ой. Так, сейчас исправим. Не скучайте. Сергей! О! Я на минутку отойду, хорошо? Хорошо, Кать. Помню, я еще молодушкой была. Привет, Лизка. И вам не хвороться. Надо же, ее зацепила. Слетелись птички. Здорово хозяину. О! Елизавета Андреевна, здравствуйте. С новосельем. Спасибо. Чаевничаете? Так вы присаживайтесь. Только что вскипел. С удовольствием. Прошу вас. Хороший дом себе выбрали. Спасибо. Фундамент крепкий у него. Теперь осталось, как говорится, дерево посадить. И сына родить. Ну, это дело не хитрое. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, пытаюсь уговорить Екатерину остаться здесь. А она все никак не соглашается. Елизавета Андреевна, может, попробуете? Нет, нет. Слово председателя, закон ведь так? Нет. Тут надо на колени бросаться. А я вот не готова на колени вставать. Ну, отчего же? Я, может, и так соглашусь. Ой, я прям уши развесила. Говорите, доктор вам нужен? Нужен. А будет вам, доктор. Ой, я прямо так и поверила, что вы так вот и останетесь навсегда. Ну, навсегда. Навсегда, не навсегда, не знаю. Посмотрим. Смотрю, и правда удалось вам убедить ее. Сам не верю. Ну, а что тогда время тянуть? Поехали прямо сейчас оформляться. Так, а чай? Я вернусь, поговорить еще надо будет. Поехали? Поехали. Все. Давай, давай. Врачиха. Слыхали новость? Да, говори ты, не томи. У нас теперь есть врачиха. Кто? Кто? А вы не догадываетесь. Катерина, что ли? А то. Сегодня все бумаги подписала. Сама я их готовила. Слава тебе, Господи. Наконец-то амбулатория заработает. Катька из Москвы. Она у нас долго не пробудет. Этого никто не может знать. Потому что никто не знает, почему она здесь осталась. Интересно, почему она здесь осталась. Ну-ка. А хороший цвет. Дай понюхаю. Да. Хорошо. Я буду завтра. Угу. В рабочее время. Спасибо. Как чисто у тебя стало. Блестит все. Издеваешься? Еще работаю по горлу. Да, вижу. Рамы хлипкие. Дверь входная. Ель открывается. Готов помочь. Правда? Да. Ну, на самом деле, у меня будет к тебе одна просьба. Какая? Можешь отвезти меня завтра в район? Мне лекарства забрать нужно. Конечно, отвезу. Здорово. Ты бы меня этим очень выручил. Это от мамы осталось. Она у меня была удивительная. Мне ее очень не хватает. Прости. Не знал. А мы с моей мамой тоже собирались в Италию поехать. В Риме погулять. Не успели. Что случилось? Автокатастрофа. Лихач на Камазе подрезал. Врачи констатировали смерть мгновенную. Но в протоколе так было записано. А как на самом деле было? Не знаю, я служил. Столько лет прошло. Такое чувство, что она рядом. Где-то рядом. Если это ей только позвонить, она скажет. Привет, сынок. А того лихача? Его посадили? Нет, ее даже не нашли. Ужас. Кошмар ходит где-то. Преступник живет себе, как ни в чем не бывало. Ну, а какая разница? Нашли его или нет? Маму-то все равно не вернешь. Каждый должен отвечать за свои поступки. Пойду. Работать надо. А где жиличка-то? Вчера съехала. Куда это? Ну, как же. Ей же дом дали от администрации. Она у нас теперь сельская врачиха. Ты чего это так размалевался? Ты ж какая притка, а? Не успела приехать. И работу отхватила, и дом выбила. Молодец. Лишнее, говоришь. Ничего она не выбивала. Ее вчера председательша уговаривала остаться. А дом она как врач получила. Девка-то толковая. Вон мне приступ сняла. Ну-ну. Давай садись, чай попей. Алёна! Алёна! О, Господи, явился, не забылился. Иду! Ты чего явился? Чего там? Опять хихикали с приезжим. Кто, я? Ну, не я же. Что у него там? Медом намазанное, что ли? Что-то как пчела туда летишь. Вообще с вами сошел, да? Мне что, поговорить ни с кем нельзя? Да, знаешь, я видел, как ты разговариваешь. Ну, и как? Как? Как шалау не дотискан. Чё? То. Ты, может, ротик-то свой прикроешь, а? Ты руками-то поосторожней. А ты слова подбирай! Поосторожней, ручонками говорю. Осторожней. Опусти. Да пусти ты руки, мне больно. Ты чего потерпишь? Не маши. Руками я тебе говорю. Пусти, я тебе сказала. Вы чего опять сцепились-то? Я, короче, сказал. Не могу я больше, мама. Задолбала меня своей ревностью проклятой. Господи, сил у меня нет. Как же ж я устала-то. Ревнует, значит, любит. А ну, иди в дом. Давай. 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 Сколько ж можно-то, а? Садись. Не могу я больше, всё. Неужели ты не видишь, что Юрка по тебе с ума сходит? А ты? А я что? Да я ему даже ни разу не изменила. Нашла, чем хвастаться. Хотя нужно было. Ну, вот что ты несёшь? И думать не смей. А то что? Что он меня так любит? А тебе этого уже мало стало. А что, если я его не люблю? Пять лет прожили. Любила. А теперь разлюбила? Из чего бы это? А с кого бы это? Может, я другого полюбила? Юрке назло. Может такое быть или нет? Это кого же? Неважно. Не этого ли приезжего? Что хочет здесь фермерством заняться? Так он вокруг врачихи вьётся. А на тебя и не смотрит. Посмотрит. Чё ж ты из молочника-то прям? Посмотрит. Вот ведь. Видите? Вот скажите, это что, медицинское учреждение? Даже кран не работает. Ну, а чё ты хочешь? Этому зданию больше, чем полсотни лет. Я понимаю, но здесь же совершенно невозможно пока принимать людей. Ой, Господи. Так и я понимаю. А что я могу сделать? Ну вот, построим больницу. Будет тебе кран, будет вода из него течь, канализация будет, кабинеты в ряд тебе поставим. Заведующий тебя сделаем. Ой, зачем мне заведующий? Я что в начальство рвусь. Мне людей принимать нужно. Только как это делать мне пока совершенно непонятно, потому что без водопровода это невозможно. Вот настырное на мою голову привязалось. Ладно, будет тебе водопровод. Ну, а пока так. Расклад такой. Терпи. Или насильно никто не держит. Ой, ладно. Скажите мне, больница правда будет? Правда. Вон, видела это здание недостроенное? Да. Вот. Вот там больница и будет. Хорошо. Хотя вообще не знаю, что ты вот в претензии. Тут у тебя чисто, светло. Елизавета Андреевна. Запомнила я. Все. Пора мне. Ой, Елизавета Андреевна. Подожди. Вот пригласила врачиху на свою голову, теперь хлопот с тобой не оберешься. Ну, во-первых, не врачиху, а врача, во-вторых, не для себя прошу, а для людей. Да я понимаю, что для людей. Слушай, это... Чего я хотела? А, Сергей, ты чего заезжал? С ремонтом помогает. Своих дел, что ли, нет? Я не знаю. Вот чудак. Слушай, ну я тебе людей пришлю. Они тебе помогут. Спасибо. Да не за что. Утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя. О, паразит не дает. На вот тебе. Утя-утя-утя-утя-утя-утя. Здравствуйте. О, Катька. Чего ты тут бродишь? Утя-утя-утя-утя-утя. Ничего. Смотрела на здание новой больницы. Ну, это хорошо. Только ее не достроят. Мне председательша обещала, что в следующем году введут в строй. Ну, если председательша обещала, значит, так и будет. Елизавета слов на ветер не бросает. Нрав у нее крутой. Держись. А вы это к чему клоните? Это что, мне бояться нужно? Ну, до этого дела еще не дошло, но может. О чем это вы? Председательша на Сергея глаз положила. А он возле тебя крутится. Да? И что? Я тут при чем? Да и вообще, что вы вечно... Но придумывайте, только ходите по деревне, сплетни собираете. Какие сплетни? Соплячка. Я тебя предупредить хотела. Вот делай людям добро. Я ж вам говорю, а в коровнике крыша течет. Ой, иди, я сейчас тебя через полчаса догоню. Елизавета Андреевна, здрасте. Здравствуй, Даня. Я была в больнице, там еще конь не валялся. Какая же ты прыткая. Вы когда планируете завершить стройку? Ну, всему свое время. Но мне людей принимать надо. Господи, в чем дело? Напиши заявку. Что тебе нужно? Я все посмотрю. А я так и сделаю. Давай. О, а ну стой. На, держи. Здрасте. День добрый. А что это вы ко мне не заезжаете? Да времени нет. Как это нет? А документы кто будет делать за вас? Я, что ли? Ой, Елизавета Андреевна, давайте я к вам завтра заеду. А что завтра? Чай не сядь. Да Катюша, я обещал с ремонтом помочь. А так, а я уж ей помогаю. Я и целую бригаду вызвала ремонтников. Так. О, ух ты. Слушай, какая машина у тебя. Это не мой конь. Так, а я у нас главная в селе. Не оштрафую? Ну, поехали в управление. Будем тебя дома порвлять. Простите, пожалуйста. Вы не могли бы чуть-чуть поторопиться. Мне просто амбулаторию нужно закрыть. За мной заехать должны. А когда приедут? Да уже должны были. Мы заканчиваем, мы недолго еще. Спасибо. Вот про это здание я вас хотел спросить, Елизавета Андреевна. Что будет-то здесь? Ну, больница должна быть. А что? Подцех я хотел попросить его у вас. Подцех? Подцех. Место хорошее. Ферма рядом. Ну, опять же, рабочие места. Хитро плетешь. Рабочие места, это заманчиво. Заманчиво. Пойдемте, кое-что покажу. Пойдемте, пойдемте. Место просто замечательное. Здесь много чего можно разместить. Обустроить, так сказать. Осторожные ступеньки. Да уж знаю. Спасибо. Проходите, проходите, Елизавета Андреевна. Я вот что думал-то. Сюда помывочные поставить, сюда холодильные установки встанут. Так что, как вы понимаете и видите, лучшего места не найти. Ну вот, точно тебе подцех подходит? Да точно, точно. Тут и думать нечего. Заманчиво. Рабочие места главное. Угу. Ну вот больница, понимаешь? Хотя дадут на нее деньги, не дадут. Да опять же, вот эти городские специалисты, что они к нам сюда в село поедут? Ага. И вот что, такому хорошему зданию пустовать? Угу. Да и врачиха эта Катька, она сегодня здесь, завтра в Москву и все. Наверное, не собиралась никуда она. А ты откуда знаешь? А-а-а. Че? Ты врачиху это? Обхаживаешь? А че, деревенские бабы? А? Не нравятся? Да нравится. Только не за этим приехал. А зачем? За делом. Ну, делай. Ну. Ладно, будет тебе цех. Решено. Спасибо. Давай. Фермер. Не могу. А я могу из-за этого. Извините. Вы Сергея не видели? Неа. Он с председателя Шеврайон уехал. Ну че? Право ранило свое счастье. А Лизка то время не зря не теряет, а? Похоже, серьезно заинтересовалась Сергеем. Это я уже сегодня слышала. Дальше что? А ничего. Просто раньше мужиков она к себе близко не подпускала, феминистка. А сейчас активизировалась. Ох, и приберет она к рукам нашего Сергея. А ты че, не ревнуешь, что ли, совсем? Я? С чего бы это? Ох, только врать-то мне не надо и лапшу на уши вешать. Ходят тут по деревне друг за другом, не расстаются, а теперь вдруг ей все равно. Небось, деревня-то из-за него осталась. Что? Что слышала? Чушь полная. Только врать мне не надо. Тебе самой-то не все равно, что между нами происходит? Может, и не все равно. Только тебе туда лезть не нужно, поняла? Я и не лезу. Врет и не краснеет. Я перед тобой оправдываться не намерена. Да кому нужны твои оправдания, врачиха-зайчиха? Да кому нужны твои оправдания, врачиха-зайчиха, 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 врачиха-зайчиха. Открыто! Привет. Привет. Катюш, ты меня прости, что у меня не получилось заехать. Я завтра обязательно отвезу тебя в район. Мне и самому туда нужно. С председательшей съезди. Я отлично сама добираюсь на автобусе. Да при чем здесь председательша-то? Сдалась она тебе. Катя. А что ты передо мной оправдываешься? Не нужно этого делать. Мне совершенно все равно до твоих дел. Правда что? Правда. Я, между прочим, пока тебя ждала, на автобус опоздала. Ну извини, время не рассчитал. Конечно, не рассчитал. Ну что, ты сомневаешься? Ты мог позвонить и сказать, что задерживаешься. А с кем ты там и что там у вас меня не касается. Вот, ну как. А я уж был подумал, что... Что? Что ты подумал? Что я тебе сцену ревности устроила? Может, ты тоже думаешь, что я здесь из-за тебя торчу? А что, разве не так? Я в очереди стоять не люблю. Кобель. Помочь. Калитку закрой. Женщина. Привет, Серёж. Привет, ты чего здесь? В гости пришла. Не до гостей. Да ладно, подожди, проблема у меня. Я это вон с работы шла, ногу подвернула, кабут сломала. Помоги, а? Ну не могу же я босиком погреться и идти домой? Да, не можешь, конечно. А? Пошли. А, ну так это, может, поможешь? Ух ты! 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 Жёженька. Сумка и куртка на диване. Что? Тебя погладили? Ты сразу руки лизать, да? Раскис. Раскисать нельзя. Нельзя, слышишь? 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 Алло. Алло, Михаил Степанович. Это Катя. Какая Катя? По поводу Валерия, помните? А, это вы. Узнали? Ну что? Я вас узнал, конечно, узнал, да. Новостей никаких нет. Держу, не волнуйтесь. Как только появятся новости, я вам позвоню. Как договаривались? Я на вас надеюсь. Катя! Катя! Что случилось? Юрка совсем одурела от ревности. Толкнула Алёнку, да так, что она упала и об угол стола ударилась. Я не знаю. Я не хотел, не рассчитал. Слушай, иди уже отсюда, а! Иди, иди. Потом объяснитесь. Простите. Да, да, я знаю, ты не хотел. Иди уже. Ну, долго там нет. Держи сама. Надо в город ехать. Побои снять и проверить, нет ли сотрясения мозга. Какие побои? Не было никаких побоев. Раны тоже нет. Слушай, ты что думаешь, что я на Юрку в суд подавать буду, что ли? А он этого вполне заслуживает. Да, такое нельзя прощать. А ты глянь на нее. А ты что лезешь вообще? Я не лезу. Вы меня сами позвали. Умная какая. Между прочим, это у Юрки в первый раз, понятно? Мужик он настоящий. Силой не рассчитал, вспылил малек. Так что же мне его теперь в тюрягу, что ли, сажать? Был первый, будет и второй. Держи. Все. Ну, ты язва, а? Ладно, Алена, успокойся. Зайчиха. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Здорово. Да говорю, угомонись ты, наконец. Да что с тобой? Катя, Кать, ты прости меня, старуху, но я скажу тебе то, что в доме не сказала при дочке. Ну, во-первых, какая вы старуха, а во-вторых... Не морочь ты, Аленке, голову. Нельзя вот так вот с плеча рубить. Это все? Нет. И потом всякое может в жизни случиться. То, что теперь считается злом, потом... Зло оно всегда зло. Вы простите меня, ради бога. Я пойду домой. Мне так холодно. Мало ли что может быть в семье. Это ваша правда, не моя. Как знать. На что вы жалуетесь? Понимаете, доктор, голова кружится частенько. По улице еду, боюсь, упаду. Питаетесь нормально? Да нормально, как все. Снимайте верхнюю одежду, освобождайте руки. В кепке можно? Угу. Разруха у вас в больнице. Чуть бы он не упал в предбодники. Дырки, что ли, в полу? Ничего, достроим новую больницу, будем принимать по-человечески. Да, ну, это... Все, тихо. Помолчим. Ну что, давление у вас в норме. Не достроите вы, доктор, не мечтаете? Что ж вы такой пессимист? Ну, я не пессимист, я реалист. А вот вы, доктор, идеалистка. А мне Елизавета Андреевна обещала, что в этом году больницу введут в строй. Я слышал, что здание под перерабатывающий цех отдают, ну, этому, новому фермеру. Кому? Сергею? Ну, ему самому, да. Понятно. Значит так, я вам выписала направление на электрофорез. Не на электрофорез, на УЗИ сосудов головного мозга. Делают это в районе, они знают, покажете вот это направление. Все, одевайтесь. Не знаю. Делайте, будет видно. Одевайтесь. Ну, спасибо и на этом. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Как вы могли? Как? Во-первых, сядь. Во-вторых, стучаться надо. Зачем вы это сделали? Отдышись сначала, воды попей. Вы знаете, село больницы нужна. Работа. Работа людям не нужна? Зарплата нормальная, человеческая, людям не нужна? Заболеет человек, куда идти? К тебе. А если серьезно заболеет? Значит, мы его в район отправим. В чем проблема? Обещали вы мне. Планы изменились. Что ж так? Что ж так меняет ваши планы? Или кто? Отчитываться я перед тобой не намерена. Слово вашему. Груш-то на. А вот хамить мне не надо. Мама в детстве не учила? Вы маму мою не трогайте. Все, все, засыпайте уже. Хорошо. Да, ребята, и на будущее. Близко яму не копайте, ладно? Ага, понятно. Вот помощь. Спасибо. Привет, Сергей. Здравствуйте. Работа полным ходом. Ну, как видите. Отойдем на минутку. Проблема у нас. Что случилось? Врачиха ездила в район. Разговаривать там насчет больницы. Ну, все, теперь комиссию назначили. Приедут, будут решать, подо что отдать здание. По цеху или под больницу. Вот черт меня тогда дернул, понимаешь, уговаривать ее остаться. Проблем себе нашла. Ладно, я разберусь. Куда? Попробую поговорить. Она не сговорчивая, Рынча. Я же сказал, попробую. Поливай, давай. А я что делаю? Да хватит уже, лезть. Можно? Можно. У тебя шнурок развязался. Спасибо. Что-то пациентов не видать. Ничего. Первым будешь. На что жалуемся? Я не жалуюсь, я здоров. Зачем пожаловал тогда? Поговорить. О чем? Тихо. Доча. Доча моя. Тихо. Доченька. Тихо. Люди. Люди. Ой, тихо, тихо. Доча, тихо. Помогите. Кать, ты же понимаешь, что твоя идея со строительством совершенно бесперспективное мероприятие. Не поедут сюда специалисты. Я же приехала. Ну, нет, хорошей же жизни. Что ты знаешь о моей жизни? А ты поделись, расскажи. О себе печешься? Переубеждать пришел, ничего не получится. Потому что селу нужна больница. И это единственное правильное решение. И ты об этом прекрасно знаешь. Да знаю я, черт возьми. А еще я знаю другое. Я абсолютно уверен, что хороший специалист найдет себе применение в городе, а не поплется в эту глухомань. Ты на меня намекаешь? Помогите! Катя! Катя! Катя, помоги. На кушетку клади. С ней раньше такое бывало? Да. Она аллергик? Да. Черт, ручку мне дай. Ручку за столом не дай, Сергей. Тоня, отойди. Возьми. Тоня, отойди. Что ты будешь делать? Держи ее. Катя. Надо пробить трассею. Не надо. Не надо. Тихо, тихо, тихо. Полиция. Срочно. Скорее, скорее, скорее. Доча. Сережа, клади ее сюда. Доченька. Давай, давай, давай. Тоня, вперед садись. Тихо, тихо. Вперед. Вперед. Скорее. Солнышко, потерпи. Едем, едем, едем. Все будет хорошо. Катя, спасибо, доктор. Пожалуйста. Молодец. Катя, спасибо. Тоня. Спасибо тебе. Ты знаешь, что он сказал? Если бы не ты, она бы умерла. Тоня. Ну, все, все. Любой нормальный доктор на моем месте поступил бы так же. Нет. Нет. Только очень хороший. Все, иди, 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 дочка. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Ну, как? Всего пошло. Молодчик. Поехали уже. Так, товарищи. А что вы здесь? Кать, ну постой, мы еще не остановились. Кать, ну? Ну что я опять не так сказал? Все не так говоришь. Кать. Все. Ну что с тобой? Все в порядке. Ну что ж ты такая упрямая-то, а? Такая уродилась. Значит, никому ничего не прощаешь, да? Да помоги ты! Жестоко. Никому и ничего. Почему? Жизнь научила. Может, училась плохо? Отнюдь. Значит, учите обольники. Обещают одно, а на деле другое происходит. Пусть происходит. Народу работа нужна. Амбулатория у нас так имеется. А ты там была? Слава Богу, ни на что не жалуюсь. Ну вот и молчи. А я бы хотел возле дома работать. О, правильно говорит. Ну как, готов к победе? За хорошую идею побороться не будет. Очень хорошо, что вы добились собрания. Хоть какой-то шанс на справедливость. Вы все правильно делаете. Большинство за вас. А те, кто нет, то просто боятся председательщины. Спасибо, Таня. Бросьте, вам спасибо. Так, глава района пожаловал. Граждане, разойдитесь, разойдитесь. Здравствуйте, Матвей Тузьмич. Здравствуйте, Елизавета. Рада вас видеть. Здравствуйте. Заждались мы вас. Вот, познакомьтесь, это Сергей. Очень перспективный человек на селе. Очень приятно. Будет у нас фермерство поднимать. Толковый, знающий. Ну что, идемте? Здравствуйте. Пойдемте. Граждане, прошу всех за нами. Занимайте места. Поздали. Сейчас, сейчас. Сейчас все решим. Давай. Я поздравляю вас. Давай, давай, давай. Пойдемте. 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 Тихо. Начинаем собрание. Сегодня у нас на повестке дня очень важный, наболевший вопрос, который мы должны решить, так сказать, всем миром. Короче, без всяких отступлений хочу спросить у вас, ну, как говорится, напрямки, и вы мне тоже отвечаете прямо, честно, ну, вот так на духу, как считаете действительно правильным, что больше нужно селу. Подо что лучше отдать недостроенное здание? Под больницу или под цех? Под больницу, конечно. Что вы безработки, что вы сидите? Под больницу. Под цех нужно. Под больницу. Под больницу. Под цех. Под больницу. Предлагаю поставить вопрос на голосование. Работа. Тихо. Тихо. Вот тут Матвей Кузьмич правильно сейчас предлагает поставить вопрос на голосование. Давайте голосовать. Давайте голосовать. Голосуем. Кто за больницу? Поднимите руки. Мы. 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 Клад вам из своей больницы. Ну, не густо. Ну, качу. Ну, все. Опускайте руки. Теперь. Голосуем за то, чтобы у нас в селе был цех. И все были обеспечены рабочими местами. Мы. Конечно, цех. Я согласен. Люди, да вы что? Вы не понимаете, что вы делаете? Это ты сама ничего не смыслишь. Лечить не работа можно. А на что же это работа? Я зацеп. Точно. Нам семью кормить нужно. С таким же успехом можно работать и в районе. Пусть твой в районе работает. А я здесь хочу. Не варен, да едешь. Лечить, 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 лечиться. Надо строить цех. Зайницу. Вот так заболеешь. Не до цеха будет. Правильно я? Я лучше на работе сдохну, чем без работы. Ну, все, хватит собачиться. Все. В общем, понятно. Людям нужна работа, нужно хлеб насущный, семью надо кормить. Нужно мне слово. И я хочу, чтобы мне все подходит. Все очень внимательно. Тихо. Я считаю, в этой ситуации можно найти компромиссное решение. Так ведь? Ясное же дело, что медицинская помощь силу необходима. И вчерашний случай наглядное тому подтверждение. Но ясно и то, что больницу мы навряд ли сможем укомплектовать кадрами. Ну и цех, цех же он тоже нужен, правильно? Да. Точно. Поэтому у меня встречное предложение. А что, если построить новую амбулаторию? Ну, правильно. Относите ее необходимым оборудованием. И пускай специалисты с района приезжают и по графику мне дежурят. Как вам такое предложение, а? Ну, конечно. Зачем мне нравится? Тихо, тихо, тихо. Мне предложение тоже нравится. Хорошее предложение. Но что по этому поводу думает глава района, а, Матвей Кузьмич, даст район нам денег? Надо подумать. Предложение хорошее. Да! Да! Да что там думать? Сейчас обещали, они ничего не сделают. Конечно, это пресед обещал. Да, конечно. Молодец! Молодец! Да это Екатерина молодец. Если бы не она, вообще бы никто о больнице и не вспомнил. В общем, будет у вас новая амбулатория. Спасибо. Спасибо. А то, что больницу отстаивали, молодец, значит, вы решительный человек. А решительные люди могут в гору свернуть, всего доброго. До свидания. Готовьте документы. Ага. Сергей, ваше предложение мне понравилось. Спасибо огромное. До свидания. До свидания, Матвей Кузьмич. Катя. Всего доброго. Катя. Сергей! Тебя зовут. Ну что, поедем в город оформляться? Чего тянуть? Поедем. А у тебя выходной. Все, свободно. Угу. Ох. Аккуратнее. Ой, как все-таки к хорошему. Быстро привыкаешь. Вы о чем? О машине твоей. Ой. Осторожно. Я от своего козла отвыкла уже. И от каблуков. Не женское тело козла родить. Аккуратнее. Осталось. Осталось. Обязательно. Как так легко. Как правильно. Как так легко. Как так легко. Не путешествие. Жизнь-то. Осталось. Осталось. Ну сколько раз мне еще извинится, чтоб ты меня простила? Хочешь я лоба, пол расшибу. Ну что ты молчишь, скажи что-нибудь А ты радуйся, что молчу Тебе ж хуже будет, если заговорю Почему? Потому что нечего мне тебе сказать, Юрочка, кроме одного Не люблю я тебя Понял? А что, может, ударишь, а? А, ну-ну Точно врач их сказала, один раз руку поднял, и второй раз поднимешь Кто сказал? Ухожу я от тебя Ну не бил я тебя, понимаешь? Ну я тебя толкнул случайно, ты упала, ну с кем не бывает Не бил? Не бил А рана на голове откуда взялась? Сама, что ли, образовалась? Сапоги дай Хорошо Куда это ты собираешься? От тебя подальше Сил моих нет с тобой больше находиться Я же себя не пущу Я все равно уйду Никуда ты не уйдешь Уйду Еще и в суд на тебя подам За побои, понял? Да за какие побои Да ну что ты несешь, Ален А ты что думал, тебе это так с рук сойдет, да? Нет, милый Придется отвечать И ты ответишь по закону, понятно? А ты уже у нас закон чтишь? А-а А я понял Это тебя Катька, да, настрополила? А хоть бы и Катька И что? Грех хорошим советом не воспользоваться, правда? Правда, правда О, кока Смотри, да кудахчишься Ой, прям испугалась Прям тресаешься, ага Вот ты и иди, куда шел Э, ты что делаешь? А ну, дверь открой Юра, ты что, сгурел, что ли? Ты что, Юра? Юра, дверь открой Юра, я же дверь выживаю А что я тебе сказала? Что у вас происходит? Юра, откуда? Ален, Юра Юра! Перестаньте, что вы опять? Аленку вот закрыл Уходить надумала Судом грозится Кто? Вот так вот Да врачиха из города Ну и чего вы ее слушаете? Так не я слушаю Дочь ваша И когда вы, наконец, начнете жить по-человечески, Юра? Открой, нет, вы? Не, не, не открою Открой, я говорю Выпусти меня! Не пущу! Все равно ведь уйдет Не уйдет Да что ты сделаешь? Не знаю Только люблю ее, дуру Да, когда толкал, тоже любил Выпусти, Юра Не выпустишь, хуже будет Ты меня слышишь? Она вот с этим вот, городским вот Новоявленным Извинила мне? Что, я не прав, что ли? Да не прав ты, Юра, не прав Не изменяла она тебе Ну что ты какой непробиваемый? Как не изменяла? Да я видел, сидел Я два часа видел А я действительно изменила И не жалею об этом, понял? Что ты такое несешь, Алешка? Правду, правду, правду Открой! А ты вообще рот закрой, идиот Тюрбан недоделанный Да замолчите вы оба! Да не позорьтесь на все сего Господи! Ой, ой Мам Ой Мама Что? Мам Ой Мам Митрофанна, ты что? Мам, я сейчас Митрофанна Эээ, Митрофанна Ой Мама Сейчас, сейчас, сейчас Мама, подожди, подожди Держи 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 Что, довел, мать, да? Так не я довел, ты довела-то Ага Так что там сказал-то, а? А что слышал, то и сказала Я же тебе высеку За оскорбление офицера полиции Ой, гляньте вы на него Конечно Как высечь, так сразу офицер На жену-то руки Поднимать гораздо Сила есть, сумма, не надо Ладно Юра, ну что ты в самом деле? А ты, дочка, язык у тебя без костей Что вы, как дети А его-то, ты слышишь, мам? А что такого? Че встали, уши развесили? Мне вообще стыдиться нечего, понятно? И, между прочим Я Сереже по любви отдалась, понял? Что? Вот так вот Что? Я же убью тебя А ты попробуй Может, легче останет, а? Все равно я от тебя уйду, понял? Ключи дай Ключи дай В дверях Дура ты Все равно ты ему не нужна Он с председательшей днями гуляет С председательшей днями А со мной ночами Что? Что? А ну, открой! Ну все Ну вот отлично То, что нужно Я слов на ветер не бросаю Ну, в этом я уже убедился Спасибо вам Спасибо за помощь, Елизавета Андреевна А лихо у вас все в кабинетах-то здесь получилось Раз-два, гуляй Ну, теперь ты знаешь, кому обращаться Знаю Да, и спасибо за то, что сюда согласились заехать Еще лишний раз все перепровели Не хотелось бы второй раз приезжать Да, пожалуйста, на здоровье Не жалко Слушай, так давай вечером отметим? А? Надо же отметить выдачное завершение сделки Сегодня Ну? А что тянуть-то? Давай у меня вечером Я тебя знаешь, каким курником угощу? Курником? Ага Так может, прямо здесь, а? Так тут курника нет Не видно, а? Я ваш курник в следующий раз попробую, а? А, официант! Бутылку красного, хорошего, суховина Стоп, стоп, стоп Здрасте, приехали Ты за рулем Ну, почему же приехали? Я же для вас, Елизавета Андреевна, а? Ну, тогда не надо вина Не люблю цветное и кислое Давай-ка лучше водочки, милые Сто пятьдесят Здравствуйте Зачем пожаловали? Проходите Я вас слушаю Это я тебя послушать пришла Ну что? Добилась своего? Простите, не понимаю А что ж тут непонятного Разрушила своими советами семью Я ведь тебя просила Алена ушла от Юрия? После твоих советов Она как с цепи сорвалась Из дома убежала Молодец Правильно сделала, давно было пора Ишь ты какая умная Да От ревнивцев бежать надо Подожди, вот сама полюбишь Узнаешь, что такое ревность У меня, слава богу, голова на плечах имеется пока Потерять голову дело нехитрое Очень хорошо, что ваша дочь вовремя опомнилась Ну вот что, деточка Ты свои принципы при себе держи А в наш огород больше не лезь За своим Приглядывай Хорошо? Хорошая водка А знаете, я Я очень рад Что в селе будет новая амбулатория Катюшка ж молодец Настояла Жители ей будут благодарны А я вот уже не рада Что пригласила ее остаться Почему? Ну, по сути сам Какая она врачиха Она ж злющая, как собака Был-был Люди жалуются Грубит она Да почему ж злющая? Раненая? Раненая Контуженная Ну зачем же вы так жестоко Просто по жизни и нелегко Вот и не верит людям А ты, я смотрю, осведомлен? На лице у нее написано Написано Недоверие Почему ко мне лично Недоверие К тебе Недоверие Пусть она не доверяет тем Кто ее обманул Чего она от нас хочет Вот я тебе говорю Не нравится Не нравится мне А ты мне нравишься Потому что ты настоящий Мужика Спасибо Я не за спасибо Я за правду Потому что видела И знаю, что к чему Уж слава тебе, Господи Горький опыт имеется У меня будешь Мы с ним Надедем курсе экономического Познакомились Ой Красивый был С ума сойти Бабы все вешались на него Но он меня, конечно, выбрал Я уж не знала, куда прыгнуть От радости Ну, в общем, допрыгалась Поженились Он на диван лег И давай лежать, понимаешь А я учиться за него работать Тянуть телегу, так сказать Долго тянули? Долго Пока он себя искал А он не только себя нашел Ну и любовницу юную На мои деньги Не повезло Да уж, не повезло Тоска меня такая взяла Думаю, Господи, куда бы забиться В какой угол? Все ему оставила Квартиру оставила Бизнес оставила И вот сюда В этот медвежий угол Ну, вы и не пропали Ну, поначалу тоже трудно было Я ж городская Как и ты Ну, а потом ничего Пообтесалась Пригляделась к людям Люди они Везде люди Ну, а Счастье личное Петрушка Со счастьем личным Это как повезет Я уже и надеяться Перестала Думала все Скоты без роги Вдруг ты явился Счастье личное Счастье личное Счастье личное Счастье личное Счастье личное Ну, а я слежу Как только заявится Сразу дам знать Мне кажется Он уже никогда не заявится 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 Ну, куда же он денется Ну Слушай А он тебе кто? Родственник, что ли? Да нет Не угодил чем-нибудь Что ли? Да ничего Какая вам радость? Да что ты кипятишься-то? Да ничего Потому что Что вы глупые вопросы задаете? Увидел Позвонил Получил деньги Все Ну, ясно 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 Эй, слушай В следующий раз Настойки принесешь Какой настойки Ермолайхиной Еще чего Ох, 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 ох Может проводить? Ну, не знаю Погоди Ты намекай, что я пьяная Не дойду сама Нет, нет Я этого не говорил Что не говорил Ой Так, собрались Сергей Я жду вас сегодня Вечером у себя На куртник Елизавета Андреевна Ну, не могу я вечером Ну, почему? Дела? Нет 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 Все дела подождут Все дела переделай Потому что Знаешь Что? Я тебе Так сказать Душу открыла О чем может быть Тебе пожалели А ты дела До вечера Все Козля такого нет Ой Что творим До вечера До вечера Во까지 Нужно Нужно До вечера До вечера все-таки что-то беспокоит нет нет я по-прежнему здоров тогда в чем дело так просто хотел поговорить говори тебе же правда понравился этот вариант с постройка новой амбулатории да очень очень хорошая идея спасибо тебе за предложение как-то вяло вяло звучит а чего тебе хотелось тебе хотелось чтобы я запрыгала от радости бросилась к тебе на шею ну скажем второй вариант мне нравится больше сергей давай не будем не будем друг друга задерживать я не нужно ехать в район за новой партии лекарств машины у меня знаешь нет а последний автобус уходит через полчаса я могу подвезти не к чему слушай иди своей дорогой не трогай кать ну что с тобой происходит ну ты можешь мне сказать но почему ты избегаешь тебе не все равно нет по-моему тебе и так есть о ком заботиться господи ты опять вспомнил председатель же так нет не интересно заинтригула не иронизируй пожалуйста да нет не правда интересно кто про меня распускает эти лживые сплетни по силу я говорю об алене ты же с ней спишь к качество за бред и вообще откуда у тебя такие сведения от нее самой такого цинизма я тебя не ожидал какой цинизм я тебе правду говорю уходи пошел вон знаешь и правду говоря ты очень злобная фигура фурия прям а и а и 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 мимо шла дай думаю в гости зайду зашла вот и видеть куда шли дальше ты чё злой то такая закатки что цех тебе не простил сидишь тут в одиночестве пьешь а я тебе компанию составлю твои здоровья не могу я без тебя серёж и смучилась все хватит что-то опять начинаешь ну ты мы же обговаривали ссора что-то по новой вот это вот все муж у тебя есть пять лет ты с ним забыла иначе а нет а мне больше не то есть подожди то есть как это нет а юрка а хоть бы из дома кто сдох ушла я от него серёж и больше не вернусь а ты значит катьку свою зайчиху вспомнила а чё ты улыбаешься ты ее не трогай а чё такого она чё особенная что ли в отличие от тебя да ну ты хорошая но как все понимаешь просто как все спасибо тебе о добром слове это то что заслужил аленка ты что ли ты чё ты кашляешь или плачет не пойму да чё не лезь ну чё с юркой опять что ли отношения ничё совсем совести и стыда ну чё ты ведешь себя как шалом ты с одним еще не развелась уже на другого вешаешься ну не хватит себе одного мужичка надо двух сразу на себя посмотри ты чего плютешь расслабься председательша ему кроме катьки никто не нужно муж брезгуешь а 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 Здравствуйте, Елизавета Андреевна. Здравствуйте, Катерина. Вы ко мне? Ну, и как дела? Да, все по-прежнему. Кран течет, оборудование на ладен дышит. Все как всегда. То есть не нравится тебе здесь? Езжай в Москву. Чего терпеть-то? Там экран и оборудование. Вы это серьезно? Серьезнее некуда. Правда, ехала бы ты. Не хочу. Мне здесь нравится. Нравится. Ну, смотри. Катерина, я тебя предупредила. Угрожаете? Ясно снашу. Сами же просили остаться. А я передумала. Опрометчивое решение оказалось. Несговорчивая ты девка, проблемы от тебя. А у нас тут таких не любят. Знаешь как, с чужим коромыслом. У нас тут либо ты со всеми, либо против всех. Против вас, вы хотели сказать? Сама додумала. Здрасте, Елизавета Андреевна. Что с квартальным отчетом? Я сейчас закончу. В РУ звонила? Ой, я забыла. Я сейчас позвоню. Мне не надо сейчас. Мне надо было вчера. Ни в чем на тебя положиться нельзя. Не реви. Не реви. Дело надо делать, чтобы потом не реветь. Что случилось, Елизавета Андреевна? Опять в район на ковер вызывают? Ну что тогда? Тебе врачиха наша нравится? Ну, вроде да. Вроде или да? Нормальная. Нормальная. Я вот как-то разочаровалась в ней. И вообще очень много недовольных. Правда? Я слышала, что наоборот хвалят. Кто? Конкретно кто хвалит. Можешь мне сказать? Нет. Конкретно сказать не могу. А что за языком тогда вот это вот? Не знаю я. Вот. И главное, требует она все время чего-то. То и то не так, это не так. Мне нравится, что ты езжай в Москву. Правильно? А почему она требует? А чтобы прикрыть свой непрофессионализм. Вот. Правильно? Правильно, Елизавета Андреевна. Вы абсолютно правы. Значит, надо составить письмо на имя главврача. И второе такое же в газету. Надо же как-то реагировать на настроение граждан. Да, надо, Елизавета Андреевна. Вы абсолютно правы. Давай. Бери этот листок, ручку. Что там надо брать? Давай. Я готова, Елизавета Андреевна, реагировать. Ну, подожди, не спеши. Сама говоришь, многие ее хвалят. Да. Многие говорят, что она ничего, дельно. Не знаю, что делать. С одной стороны, подлость получается. А как по-другому? Я не знаю, это вам решать, Елизавета Андреевна. Подождем. Мама, пошла. Мама, пошла. Мама, пошла. Мама, пошла. А у вас не указан срок годности. Глянь-ка, Танюш, этикетки разглядывай. Небось, отравиться боится. Привет, Сереж. Привет. Голова не болит? Нет. Ты остановись вперед у меня. Я не тороплюсь. Эй! Сдачу забыла, и кефир. Спасибо. Наконец-то. Танюш, мне как обычно. Хорошо. Кать. Что, в чем дело? Поговорить надо. О чем? О жене моей. Попроси Аленку, чтобы вернулась. Она тебя послушает. С какой статьей ваши дела будут вмешиваться? Извини. Сереж! Подожди, Сереж. Ой, не подкинешься дома? Сумка тяжелая. Извини, мне в другую сторону. А тебе что, жалко крёк, что сделать? Ален, мы с тобой обо всем поговорим. Что, отшил, что ли? Ну-ну, здрасте. Где, а? Лена. Че, Лена? Ну, че, Лена, че ты ходишь за мной? Че тебе надо? Привязался, как банный лис. Нет у нас. Между нами ничего, понял? Нету. Ой, ты глянь, а. Война. Нету. Между нами. Война. Осваиваешься? Да, потихоньку. Ещё работа не в проворот. Испачкалась. Я посмотрю, ничего? Да, конечно, ничего. Правда, смотреть нечего. Оборудование только закупаем. Закупаете? Ну, я закупаю. Столы специализированные, ванны передвижные. Вот здесь, кстати, будет холодный цех. Там горячий. Хорошо. Там была бы хорошая смотровая. Светлая, просторная. И здесь процедурная. Послушай, ну будет у тебя новая амбулатория. И будет хорошая, светлая смотровая. И процедурная. Глава района уже одобрил? Одобрил. Правда, сейчас меня просят уехать. Кто? Да, председательша твоя ненаглядная. Кать, знаешь, ты определяешься, ладно? Либо председательша, либо Алёна. Сам ты определился? Определился. Работы много у тебя? Очень много. Затраты большие. Ну, кто не вкладывается, тот не получает результата. Что ж ты свои деньги вкладываешь? Свои? Чего же ещё? Откуда же такой капитал у отстанового майора? С продажей Московской квартиры. Хорошо. Хорошо продал, повезло. А то мог бы и без квартиры, и без денег остаться. Исключено. А откуда такая самоуверенность? Что ж, других кидают, тебя не могут? Так? Так. Те, кого кидают, сами виноваты. Нужно было к риэлторам обращаться. Так риэлторы это и кидают. Ну, значит, не нужно было на процентах экономить. То есть тебя обманули, ты ещё и виноват получаешься, так что ли? Ну, получается так. Дурацкая, подлая философия. Катя. Катя. Катя, я не понимаю, что тебя так разозлило. То есть, если нас оставили без квартиры и без денег, то мы ещё и сами виноваты. Ну, я же не знал. Так что ли? Что ты не знал? У меня мама умерла из-за этого. Ну что, довольна? Что тебе нужно? Это же за тебя Алёнка от меня ушла. То, что от тебя жена ушла, сам виноват. Нечего было руки распускать. Да я её пальцем не тронул. Я с неё плитки сдувал, пока она с этим фермером не сцепилась. Отпусти ты меня. Подожди, послушай меня. Да не трогай меня. Руки врал в неё. Нормально всё? Нормально. Да вы что? Мало? Ты жива? Ты жива? Кать, Кать, ну поднимайся. Пошёл вон отсюда. Да не трогай меня. Я её случайно толкнул, я её не хотел. Случайно? У тебя всё случайно? Разойди ты, Сёба! С тобой я ещё поговорю. Я с тобой ещё поговорю. Ну, я с тобой тоже. Договорились. Что? Особое приглашение нужно? Ну, да. Скажем, на чашку чаю. Я не пью, на ночь чай. И другим не советую. Стакан кефира и спать. Ну, я бы от кефира не отказался. Фу! Домой иди! То есть, кефира мне никто не нальёт, да? Быстрый лис с кефира, Эта единаяutsа Какặちゃ шанс в кафе?! Тzerяный кафе! До сих пор что行き tin? В ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ну, как вы понимаете, сроки у нас очень сжатые. Так что сочковать времени мужики нету. Ну, все. За работу. Добрый день. Вы арестованы за нападение на полицейского. На кого? На участкового Юрия Сергеевича Прошкина. Знаете такого? Знаю. Руки. Пройдем, там разберемся. На настойку Ермолаевну не налегать. А с этим направлением на ЭКГ. Катя! Катя, Сергея арестовали. Ты когда долги отдашь? За что? За настойку. Наручники одели и увезли. Так кредиту конец. Все, я пошла. Подождите. Подождите! Тарантика. 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 Надеюсь? Может, он танк продал? Дурная ты! Он же бывший военный! Он же у меня жил! Ну, придурается!